Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Ripple XRP вырос на 20% за сутки, и еще несколько дней назад я предупреждал, что идеальный шторм для XRP приближается, ведь он формировал этот паттерн 800 дней и должен был его прорывать вслед за биткоином. Техническая картина, банковский кризис, потенциальный релистинг на Coinbase, решение судьи очень-очень скоро, и, наконец, платежная система ISO-222 будет принята в более чем 200 странах, более чем 11 тысячами финансовыми организациями. И ты должен понять, что этот прорыв Ripple XRP не просто обычный прорыв, это прорыв за линию падающего тренда длиною в более чем 800 дней. Это особенный прорыв, и он может запустить XRP по абсолютно баллистической траектории, если не окажется фальшивым. Сегодня происходит множество вещей, которые создают идеальный шторм не только для XRP, но и для всей криптовалютной индустрии. Европейский Центральный Банк представляет совместный план действий по расширению предоставления долларовой ликвидности рынкам. Шесть стран или политических союзов, которые согласились с этим планом. США, Япония, Англия, Канада, Швейцария и Евросоюз. Национальные банки всех этих стран согласились предоставлять долларовую ликвидность. Это экстремально важно, ведь именно это событие может стать тем самым, которое наконец запустит гиперинфляцию доллара. Они говорили, что инфляция рухнет. Я смотрю на их действия и вижу, как она пробьет крышу. Они повышают процентные ставки и одновременно инфляцируют валюту. В чем заключается смысл? Полностью все развалить и дать место новой финансовой системе? Ripple XRP, CVCB, биткоина, SO220. Часть того, что происходит сейчас, это то, что нации БРИКС расширяются. Иран, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет и теперь даже Мексика выражают желание вступить в БРИКС. Плохая политика превращает ваших злейших врагов в друзей. И плохая политика – это превращать старую финансовую систему доллара и свифт в оружие, в санкции. И здесь, ребята, я должен ставить мощное послание от легендарного автора Роберта Киясаки. Это его недавнее видео о новой глобальной резервной валюте. В этом послании он говорит о системе свифт и о том, что на смену придет блокчейн-система. Забавно, что в 2023 году Киясаки говорит о такой системе. Ведь мы с тобой говорили о ней еще два года назад, когда никто об этом не говорил вообще. Никто не говорил о свифт, о блокчейн-системах, о платежах, о ликвидности в реальном времени. Но теперь об этом говорят самые умные финансовые индустрии люди на планете. И я не смогу подчеркнуть это еще сильнее. Настолько впереди толпы мы с тобою оказались. Послушай внимательно. Если с точки зрения западной идеологии ты ведешь себя неправильно, ты получаешь санкции. Тебя выгоняют из системы свифт. Это превращение доллара в оружие. И я думаю, что это то, что ускорило союз всех этих стран. Объясни, что такое свифт для ребят, которые не знают. Свифт – это кислород для трансграничных платежей. Тебе не разрешено отправлять деньги из одной страны в другую, если они не проходят через свифт. Это компьютерная система или же система отправки финансовых сообщений. Она позволяет обмениваться деньгами туда и обратно через расчетную систему США. Чтобы торговать долларами, тебе необходим доступ к системе свифт. Если тебя из нее изгоняют, ты не можешь торговать долларами. А значит, ты не можешь покупать или продавать товары, нефть или активы. По сути, ты изолирован. Но есть исключения. Например, Иран торгует нефтью с Китаем в петро-юаневых облигациях, которые незамедлительно конвертируются в обе валюты при необходимости. Но что произошло недавно? Разве Америка не использовала свифт, чтобы наказать целый ряд стран? Конечно. Нет лучшего примера, чем изгнание России из свифт. Вы видели, что Россия сделала в ответ. Она продает свои товары за золото, рупии, рубль, юань и так далее. Она делает шаг в сторону. Ведь это издевательство и лицемерие заставляет всех их собираться вокруг стола. Я хочу поговорить о том, что я называю клей. Клей, который склеивает все воедино. Это поддержка новой системы, новой эры, в которой доминирует прозрачность и правда. Я считаю, что они будут использовать рельсы цифрового юаня для всех этих стран, чтобы внедрить новую валюту, которая, конечно же, будет цифровой. Но в то же время, каждая страна-участник будет частью блокчейна этой валюты. Это клей, который все склеит. Все, что мы делаем сегодня. Санкции, випонизация валюты, трата денег, которых у нас нет. Мы занимаем деньги, которых у нас нет, чтобы вести войны, частью которых мы не должны быть. Это чушь, которая уничтожает доллар. Это и ускоряет, и обосновывает переход на новую мировую резервную валюту. Вот оно, друзья. Но кроме этого, есть еще кое-что, что происходит вместе с массовым банковским кризисом и массовым финансовым сдвигом. Всегда происходят масштабные публичные события, чтобы отвлечь публику. Илон Маск попадает в яблочко. Банковская система рушится? Арестуйте Дональда Трампа! Дональд Трамп объявляет, что его могут арестовать, и блокчейн-бекер опубликовал пост, который может раскрыть занавесу тайны. 17 сентября 2019 года Феррес тихо вмешалась в кредитование Овернайт для банков через рынок Репо. Спустя 8 дней после этого, для отвлечения, 24 сентября, Пелоси объявила официальное расследование об эпичменте Трампа. И эта новость затмила все заголовки. Заметили закономерность? Это постоянная закономерность. Они нуждаются в чем-то, что будет отвлекать от того, что на самом деле происходит. И если ты думаешь, что это случайность, подумай еще раз. Не кажется ли тебе смешным, что каждый раз, когда происходит масштабное изменение в финансовой системе, будь то Бреттон Вудс или кризис здравоохранения, коронавирус или российское вторжение в Украину, всегда, абсолютно всегда, что-то громкое в заголовках появляется, что скрывает правду. 99% людей не обращает внимания на банковскую и финансовую системы. На этом видео не будет миллионов просмотров. Здесь будет всего 20 тысяч просмотров, потому что остальные миллионы не видят про это заголовки в новостях. В новостях они видят только войну, коронавирус или арест Дональда Трампа. Или что-то еще. Люди, которые контролируют триллионы долларов на планете, не хотят, чтобы публика обращала свое внимание на то, что действительно важно. На то, что может изменить их жизни, на то, что может поломать их жизни. Но крипто-сообщества, XRP-сообщества в частности, обращают на это свое внимание с самого первого дня. И вот почему ты станешь новым 1% богатейших людей на планете. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok